Здравствуйте, это канал Видео Мокикла и серия Словарь. Сегодняшняя тема увлечения и развлечения. Помеги и прамогос. Помеги и прамогос. Почему такое название? Потому что мы каждое видео из этого серии Словарь Разберемся в одном корне. Мы берем один корень или два, но похожие. И тогда мы увидим, какие слова есть. Ну, чтобы было легче изучать слова, новые слова. И эти две, два корни, они похожие. И можем сказать, что почти те же самые. Помеги и прамогос. И разные слова сделаны с этих двух корней. И мы выучим эти слова, которые есть в этом тематике. Ну, и эти слова все полезны для начинающих изучать литовский язык. Потому что эти такие элементарные фразы. Ну, некоторые не так часто используемы. Но тоже полезны. Так что, если вы найдете некоторые слова полезными, просто можете как-то постараться вспоминать и повторить эти слова. Слово нравится или предпочитать. Или, можем лучше сказать, что это слово значит любить. Любить что-то. Есть еще одно слово. Нравится патинка. Мам патинка, мне нравится. Тау патинка, тебе нравится. И так далее. Но это слово мекты, мекста, мегу более лучше переводится как любить или предпочитать что-то. Это обвинительный падеж. Будет использован с этим глаголом. И там с глаголом нравится, мне нравится что-то. Мы используем именительный падеж. Мне нравится что-то. Но, со словами предпочитать и любить что-то, мы используем винительный падеж. Так, есть два способа, чтобы сказать нравится или любить. Мекты, мекста, мегу, любить. Я люблю играть в теннис. Аш мекста, жейсти, тенниса. Аш мекста, жейсти, тенниса. Я люблю играть в теннис. Это теннис, это слово теннисос. Но это винительный падеж. Теннисос перевернется на тенниса. Как и все слова на винительном падеже, есть буква с носини. А носини. Тенниса. Теннисос перевернется на тенниса. Я люблю играть в теннис. Аш мекста, жейсти, тенниса. Аш мекста, жейсти, тенниса. Еще один раз повторите. Аш мекста, жейсти, тенниса. Хобби, увлечение. Или увлечение. Множественное число. Помегис, помегей. Помегис, помегей. Можем сказать тоже Хоббис, хоббис. Хоббис, хобби. Это единственное, это множественное число. Хоббис, хобби. Или помегис, помегей. Это значит та вещь, которая нам нравится. И которую мы любим. Это с этого слова. С этого глагола, сделанное новое слово. Помегис, помегей. И то, что нам нравится. Что мы любим. Моя увлечение. Или мою хобби. Рисование. Мно помегис, пешимас. Мно помегис, пешимас. Мно помегис, пешимас. И еще один раз повторите. Мно помегис, пешимас. Ну и слово, которое не очень часто используется, но в таком базовом речи, в базовом языке. Но тоже полезное слово. Любитель мужской род и женский род. Мегея. 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 И как вы видите, постоянно мужской род имеет окончание ас. Или ис. Или ис. Но женский род всегда окончается гласным. Например, а-э. Да. А-э. Может быть и ис, но чаще всего а-э. А мужской род всегда окончится согласным. Например, с а-с-ис-ис. А-с-ис-ис, а женский род а-э. Теперь. Мегея с мегея. Например, любители музыки или музыки-любители. Потому что здесь любители, а здесь музыки-музыки. Это родительный падеж. Мы говорим музыки-любители. На литовском языке мы так говорим. Слушают концерта. Музикос мегея клаусо концерту. Музикос мегея клаусо концерту. Последний раз? Музикос мегея клаусо концерту. Наслаждаться чем? Творительный падеж Мы должны использовать творительный падеж И этот глагол Возвратный глагол Reflective verb Возвратные глаголы С С частицами С или просто С Мегаутис, мегауяси Мегавоси Мегаутис, мегауяси Мегавоси Мегаутис, мегауяси, мегавоси Наслаждаться Я наслаждаюсь музыкой И картинами Музыка Музыка И музыкой Творительный падеж Тот же самое слово Потому что Если Существительный Окончается Буквом А Например Музыка Или Мама В творительном падеже Тот же Самое Слово Ничто не Изменится Ну Может быть Что ударение Изменится Но В этом Слово В этом слове Удрение Не Не Изменится Так что Если Окончается Слово А В творительном падеже Тот же Самая Та же Самая буква А Музыка Музыка Ничего не изменится И Постарайтесь Произносить Музыка О Не Музыка Но Музыка И Краткое О И Музыка 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 и павякслаис. Аш мега уйоси музыка и павякслаис. Я наслаждаю с музыкой и картинами. Аш мега уйоси музыка и павякслаис. Теперь слово развлечения. Единственное число и множественное число. Промога, прамогос. Промога, прамогос. Вы обратите внимание на то, что мы всегда в каждом уроке учимся глаголы и существительные и разные слова с тем же самым корнем. Например, мег и мог. Промога, промогаут и промогинес. Как и на русском языке, развлечения, развлечный. На английском языке может быть не так связаны слова между собой. Но на русском языке больше. И вы можете понять совсем легко, что эти слова связаны между собой. И нам тогда легче выучить эти новые слова. Ага. Дальше. Пример. Катание на лыжах. Хорошее развлечение. И мы можем перевести среднеемос на английский как skiing. Катание на лыжах. Извините. Повторим. Последний раз. Следнеемос. Гера промога. Погулять. Или там... Ну, на английском можем перевести как have fun. Have fun. Ну, можем перевести как погулять. Ну, не знаю. Что-то весело, что-то приятно делать. Ну, например, погулять там. Ну, понимаете, от чего речь. Промогауты, промогауя, промогау. Промогауты, промогауя, промогау. Промогауты, промогауя, промогау. Вся семья гуляет в парке. Вся семья гуляет в парке. Но вы понимаете, о чём речь здесь. Вся семья гуляет в парке. Теперь прилагательные. Развлечные, различные, различные. Промогенис, промогени, промогени. Здесь вы должны знать, что здесь не И, но мягкий знак. Потому что мягкий знак здесь значит, что Н мягкая буква. Промогени, промогени. И мы как произносим Н, НЕЙ, НЕЙ, НЕЙ мягко, мы тоже должны произносить это окончание как ЭЙ. Если это мягкий знак, тогда А, И. Мы должны произносить промогени, НЕЙ, НЕЙ. Произносим НЕ мягко и окончание ЭЙ. Потому что это мягкий знак. И это мягкое окончание. Промогени, шоки, и значит, различные танцы. Что-то похоже. Но различные танцы, можем сказать, бальные танцы. Ну, спортивные танцы, там есть конкурсы. И такие танцы. Гражданам МЕКСТА, гражданам МЕКСТА, гражданам любить различные танцы. Ну, неразличные, но бальные танцы, можем лучше перевести. Я не знаю. Гражданам МЕКСТА, промогени, шокюс. Или, ну, есть еще один вариант, шокюс. Шокюс. Но правильный вариант, шокюс. Но люди говорят и шокюс. Так, по-разному. Гражданам МЕКСТА, промогени, шокюс. Гражданам МЕКСТА, промогени, шокюс. Гражданам любить различные танцы. Ну, бальные танцы. Гражданам МЕКСТА, промогени, шокюс. Промогени, шокей. Промогени, шокей. И вы обратите внимание, что здесь мы сделаем прилагательное с помощью этого суффикса. Как на русском языке Н, так и на литовском ИН. Здесь различная поездка. Например, поездка круизом. Ну, вот такая различная поездка. Где мы, ну, как сказать... Мы хорошо проведим время. Если я хорошо сказал на русском. Теперь, последнее словосочетание. Парк аттракционов. Ну, это можем перевести как развлеченный парк. Потому что промога, как вы видели, здесь развлечения. Так, промогу парка с парк развлечений. Но можем перевести как парк аттракционов. Здесь еще, как и на русском языке, родительные падежи. Промогу паркос. Но мы всегда ставим эти существительные родительного падежа в первом месте. Ну, не парк аттракционов, но мы на литовском языке сказали бы аттракционов парк. Атракциону паркос. Атракциону паркос. Не паркос аттракциону, но наоборот. Так, здесь. Промогу паркос. Промогу паркос. Промогу паркос. И можем сказать. Прекибос и промогу центрос. Центр. Торговлей центр. Но это как на русском ТЦ пишется. Торговляный, торговый там центр. На литовском языке тоже. Если есть какие-то большие торговые центры. И есть там кино. Там что-то. Лед есть. Другие там аттракции. Можем сказать, что там есть прекибос и промогу центрос. Прекиба торговля. Прекибос торговли. И промогу. Развлечений центрос. Центра. И мы говорим прекибос и промогу центрос. Прекибос и промогу центрос. Центр развлечений и торговли. Торговли и развлечений. Или там ТЦ. Ну, как мол на английском. Это было все для этого урока. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях, пожалуйста. И я постараюсь ответить на эти ваши вопросы. Спасибо, что смотрите. Если вас интересует изучение литовского языка, можете тоже скачать бесплатную электронную книгу. Здесь, на этом веб-сайте, есть бесплатная электронная книга на английском языке в данном моменте. Но в будущем, может быть, будет и на русском языке. Так что, если вы смотрите это видео спустя некоторое время, можете подчеркнуть, здесь могут быть электронные книги. И вы можете скачать бесплатную электронную книгу. Ну, и, может быть, будут на русском языке. Тоже есть блог. Там есть большинство видео моего канала. И там есть тоже блог-посты на английском. И там есть все ссылки на электронные книги и на фейсбук, и на твиттер. Просто в этом блоге вы найдете и тоже ссылку здесь, на этот сайт электронных книг. И можете найти наш твиттер и фейсбук. Ачуко Джулите, спасибо, что вы смотрите. И до свидания.